Девушки отдыхают Олег Викторович, здравствуйте. Я думаю, что наш разговор мы построим следующим образом. Сначала мы поговорим об уходящем годе. Фактически осталось уже три недельки, и можно подвести итоги. И потом поговорим о предстоящих праздниках и так далее. Есть уже небольшой итог, наверное, и что сказать по тому времени, которое минуло в этом году? На текущий период на территории Ленинского муниципального района произошло 73 пожара. Погибло 3 человека, мы получили 4. Если сравнивать с салоногичным периодом прошлого года, всегда такую аналитику мы проводим, то количество пожаров немного увеличилось на 5 случаев. Но что отрадно, количество погибших снизилось в два раза. В прошлом году погибло 6 человек. Уровень травмированных людей на пожарах остался на уровне прошлого года, то есть то же самое 4 человека. Если говорить о прямом материальном ущербе, который причинился в результате возгорания, в результате пожаров, будь то это транспортные средства или жилые строения, то на настоящий период ущерб составляет более 81 миллиона рублей, что тоже ниже, чем по сравнению с прошлым годом, там было более 84 миллионов. Также мы проводим аналитику по причинам возникновения пожара. На текущую дату понимаем, что самая распространенная причина пожаров – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования, либо эксплуатирование этого оборудования с нарушением самого этого или с неисправностью этого оборудования. Таких пожаров 29, вот 73 достаточно алюминая доля по причине электрики. В этой связи, конечно, мы обращаемся и к гражданам, именно чтобы они обращали пристальное внимание своим электроприборам, в том числе, если применительно к зимнему периоду, к обогревательным приборам. Вторая, наиболее весомая причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем. То есть это та небрежность, зачастую халадность граждан со своим имуществом, с применением открытого огня, ну и пользование различных приборов при проведении, в том числе, каких-то ремонтных работ. На территории района в этом году у нас произошло также 9 поджогов. Достаточно большое количество таких случаев, седьмая часть из всех количеств пожаров. В основном причиной таких явились бытовые какие-то причины, обиды супругов друг на друга, либо какая-то бытовая месть. Ну и, естественно, по расследованию данных случаев, это уже является уголовным преступлением, занимаются органы следствия. Мы эти дела передаем соответствующим органам. То есть причиной всегда выявляете? Нет. В этом году из неустановленных, из 73 пожаров, не установлены причины по 6 пожарам. Это на 2 случая больше, чем в прошлом году. Не установить причину иногда нельзя в связи с полным выгоранием объекта. Допустим, это садовый домик, который сгорает дотла, и нет никаких ни свидетелей, ни понятых, никто ничего не видел. Люди иногда узнают о произошедшем пожаре через несколько месяцев, потому что не можем найти ни собственника, и иногда и пожарные подразделения не вызываются. А в какое время чаще происходит пожар? Вы говорите, что первая причина – это как раз вектор бытовые приборы. В основном они же, наверное, в осенне-зимний период. Если касается обогревательных, в осенне-зимний. Если приборы кондиционирования, понятно, это летний период, периоды жарки. Кондиционеры тоже горят? Да, совершенно верно. Потому что оставляют кондиционеры без приспортера, включают заданную температуру, уходят отдыхать, ездят по магазинам с целью, чтобы прийти домой, а дома уже были комфортные климатические условия. Но, к сожалению, иногда электросеть не выдерживает такой нагрузки. Бывают случаи перепада напряжения в различных населенных пунктах, особенно это обусловлено сельскими населенными пунктами, и по приходу уже обнаруживают, что в квартире или в частном доме произошло сгорание. В зимний период, да, это отопительные приборы, либо они применяются без устройств автоматического отключения. Это старые такие масляные радиаторы есть. Используют до сих пор, еще находят старые плитки для обогрева с открытой спиралью. Спираль, бывает, лопается, и вот эти окалины попадают на предметы обихода, в результате чего происходит возгорание. Ну и в том числе обогревательные приборы, радиаторы накрывают различными одеялами теплыми, для того, чтобы не сильно жарило. Иногда это подставляют все к детской кроватке. И у нас был ряд случаев, года два назад, когда как раз обогревательный прибор возгорался около детской кроватки, но, скажем так, чудом удалось спасти ребенка, не получил он какие-либо травмы. Все это современные приборы, или все-таки еще используют самодельные? Ну, самодельных достаточно редко мы выявляем. Современные приборы, но они либо эксплуатируются и включаются несколько потребителей в одну розетку, что приводит к перегрузке сети, греется проводка, она плавляется, и в результате происходит возгорание. Мы всем советуем, вот как обращаюсь даже в прямом эфире, особенно при пользовании удлинителей, как мы называем, изготовитель ноунейм, без названия, непонятно, за какой стране он произведен, и каким производителем, кустарным методом, может, был собран. При включении утюга, холодильника, телевизора в эти удлинители, в течение 15-10 минут проконтролируйте его температуру, самого шнура, самого кабеля. Иногда они очень горячие становятся. Это первый показатель того, что эта продукция весьма некачественная и может привести к таким трагическим последствиям. По местам возникновения, если пожаропроводить аналитику, конечно, большее число пожаров, львиная доля, это приходится на жилой сектор, частные жилые дома и квартиры в многоэтажных жилых домах, многоквартирных жилых домах. Причины там такие же, которые мы ранее осветили. В принципе, большое количество пожаров произошло в этом году на транспортных средствах. Это есть и объективная причина, в связи с тем, что у нас проходит большое количество трасс транзитных, в том числе федеральных, через наш район. И, в принципе, половина пожаров транспортных средств – это пожары на транспортных средствах не жителей Ленинского муниципального района и даже не жителей Москвы. Это транзитные автолюбители, которые из региона в регион пересекают по федеральным трассам наш район. Причины пожаров автомобилей разные. Ну, тоже 50 на 50 – это, скажем так, неправильное обслуживание или некачественное обслуживание в сервисных центрах неавторизованных, гаражных каких-то, где некачественное соединение топливных трубопроводов, либо электрика. Устанавливается дополнительное электрическое навесное какое-то оборудование, сигнализация некачественно ставится, замыкается электросеть, и либо аккумулятор начинает плавиться и возгораться внутри моторного отсека, либо проводка уже в приборной панели самой. Такие случаи достаточно частые. А чаще машины сгорают полностью? Вообще, насколько это все быстро происходит? Машина горит очень быстро. И здесь важно действия самого автовладельца, первичные именно. Если он имеет по правилам дорожного движения, он должен иметь в машине огнетушитель. Если он в первый момент успевает им воспользоваться и, естественно, своевременно вызвать пожарную охрану, в то время, пока мы следуем к месту вызова, он своими силами и первичными средствами пытается сдерживать распространение огня, либо его действия вымечают с успехом и он полностью тушит загорание, то пожар и ущерб достаточно минимальны. Даже были случаи поджога, когда мы успевали приезжать, выгорала только пластиковая накладка воздухозаборников в капоте автомобиля, и щетки ветрового стекла оплавлялись. Чуть-чуть стекло, может быть, подгорало именно резиной. Резиновые вставки эти, уплотнительные. В принципе, автомобиль оставался целым. Но есть случаи, кстати говоря, возгорания автомобилей в ходе движения, которые приобретались буквально месяц, год назад. Совершенно новые. Да, то есть совершенно новые, с телевизорских автоцентров. Причины выясняют уже экспертные организации. В основном это брак, заводской брак. Естественно, люди уже в судебном порядке с помощью экспертиз проведенных добиваются уже возмещения какого-то ущерба, либо восстановления такого же автомобиля. И в результате пожаров в этом году, если взять по автотехнике, полностью уничтожено, сгорели 11 автомобилей. Из них 50% как раз транзитных. Возвращаясь к все-таки возгораниям в домах, в какое время наиболее часто пожар? Наверное, ночью, да? Да, ночью или под утро. Чем это обусловлено? Что в ночное время или в вечернее время включаются обогреватели, либо те же кондиционеры в летнее время. В определенный момент они работают нормально, потом начинается перегрузка на сеть. Требуется время, чтобы все-таки изоляция электропроводов нагревалась, начинается она плавиться, и где-то к утру, в утренние часы, начинает возгорание. И зачастую это те часы, когда люди еще спят. Вот в этой связи мы всегда рекомендуем гражданам устанавливать себя дома, если это частный, допустим, дом или квартира в многоэтажном доме, в жилой комнате устанавливать автономный пожарный извещатель. Это не система оповещения электрическая, которая работает от сети 220 вольт, а это автономный извещатель, который работает от батарейки. Элемент питания, который заменяется, его хватает где-то на полтора года, вешается на потолок, и в случае задымления, а задымление происходит именно на первой стадии развития пожара, еще нет открытого горения зачастую, но люди находятся даже в спящем состоянии. Очень резко шумит, кричит, такой протяжный бой сирены происходит. Из этого извещателя людям есть шанс проснуться, спасти своих близких, оповести соседей и даже вынести некоторое свое имущество, и, возможно, применить первичные средства пожаротрушения, которые у них есть дома, чтобы локализовать и, возможно, ликвидировать это загорание. Кстати, у нас сегодня вопрос поступил еще до начала эфира. Спрашивает житель нашего района. Построил деревянный дом, задумываясь о пожарной сигнализации, куда обращаться за установкой? В частном домовладении пожарная сигнализация не обязательно для установки, именно пожарная сигнализация автоматическая, которая работает от сети 220 вольт. Как раз для частных домов применимо о том, что я сказал чуть ранее. Установка одного извещателя на 30 метров квадратных жилой площади, его не надо ставить в ванной комнате, в туалете, можно поставить в коридоре входном, поставить при входе на кухню, чуть подальше от печки, чтобы при подгаре небольшого количества пищи, допустим, пережали там картошку, некое парообразование поднимается наверх, и этот извещатель может сработать. Это как бы будет ложное такое срабатывание. Но, тем не менее, вблизи кухни надо ставить. И также в комнате, где вы пребываете в дневное время, в том числе и в ночное. Иногда оставляют включенным телевизор, уходят на кухню, уходят мыться, а в кровати там находятся дети, либо престарелые наши граждане. И в это время может как раз телевизор или любой другой электроприбор загореться, и этот датчик поможет как раз оповестить всех и спасти свои жизни. Нередко мы видим по телевизору в новостях, как показывают, что, например, где-то случается пожар, особенно это касается многоэтажных зданий, и машины не в состоянии подъехать. У вас бывают такие проблемы? Да, бывают, и это проблема актуальна и для нашего района, особенно в городской черте. Новые микрорайоны с многоэтажными жилыми домами, конечно, насыщаются автотранспортными средствами, потому что жители владеют, и иногда одна семья владеет не одним автомобилем. Но, к сожалению, при приезде на пожар мы не можем с этим ничего сделать. Пытаемся даже с органами полиции иногда в ручном режиме переставлять эти транспортные средства, потому что таранить их нельзя. Это чья-то собственность. Сейчас, кстати, обсуждается широко в медиа предложение о возможности тарана. Это сложная очень проблематика. В странах, там, зарубежья, и ближнего, и дальнего эта проблема решалась путем внедрения, как раз, законодательства изменения. И в некоторых фильмах мы видим, как действуют пожарные подразделения, сотрудники полиции при проезде. Очень сложная проблема, ее надо действительно обсуждать. Но проблемы на территории есть. Мы совместно с ГИВДД периодически проводим такие рейды, но дождаться владельца, иногда они находятся в отпуске, а транспортное средство стоит, и принять к ним меры практически сложно. Они потом себе берутся на контроль, начинают искать этих собственников. Такая долгая проблема. Вообще, это, конечно, отношение самих граждан к самих себе же, они ставят машины с двух сторон проезжей части, если проектом предусмотрена с одной стороны парковка. Естественно, пожарная машина даже иногда вообще не может туда проехать. Но в этом случае личный состав по приезду к месту вызова берет вооружение, оборудование пожарно-техническое на руки, и путем пешим ходом, бегом, доставляем его к месту вызова, прокладываем пожарные рукава и подаем средства для тушения пожара. Понятно. Вы орган надзорный и обязательно проводится какая-то работа в этом отношении. За этот год как много объектов было осмотрено, проверено? Мы в своей деятельности регламентируем 294-м федеральным законом на защите его при проведении надзорных мероприятий. Проверки делятся в соответствии с действием 24-м федеральным законом на плановые и не плановые. Плановые мы планируем в течение предыдущего года, на этот год. Также сейчас на 2017 год мы уже спланировали проверки, и эта информация будет размещаться на сайте Генеральной прокуратуры. Каждый руководитель объекта может посмотреть после 1 января на сайте Генпрокуратуры сведения о том, попал ли этот их объект в список проверяемых. В течение текущего периода планового у нас проверено 50 объектов. Объектов разного класса функционального назначения это объекты с массовым пребыванием людей, наши образовательные учреждения, учреждения социальной защиты, учреждения здравоохранения. Объекты с массовым пребыванием людей другие, это культурные центры, крупные торговые сети. Достаточно мало сейчас проверок проводится объектов бизнеса. Это связано с тем, что государство приняло курс на реализацию такого рискоориентированного подхода при организации работы надзорных органов при осуществлении функций именно по контролю и надзору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По внеплановым проверкам, по сравнению с прошлым годом, количество их сократилось на 50%. Если в прошлом году у нас 62 проверки было внепланово, они проводятся тогда, когда мы контролируем выполнение юридическими лицами тех предписаний, которые мы раньше выдавали. Сроки истекли, выходили на проведение проверок. В этом году всего их 37 таких проверок. И зачастую, в принципе, бизнес начинает задумываться о своей безопасности, о безопасности своего имущества и предписания выполняет. Да, есть, конечно, объекты, которые не соответствуют еще в полном объеме требованиям пожарной безопасности. Что касается рискоориентированного подхода, сейчас при планировании учитывается степень опасности этого объекта, скажем так, категории этого объекта по опасности, вероятность возникновения пожара на этом объекте и степень угрозы, скажем так, последствий негативных для людей, для жизни, здоровья и для материальных средств и имущества. Исходя из этого уже и определяется периодичность проверок этих объектов. Некоторые объекты вообще могут исключаться из планов проведения плановых проверок. И, в принципе, сама цель проверки у нас не наказать предпринимателей или руководителя объектов вменить им какие-то штрафные санкции, а побудить как раз к выполнению требований, обязательных требований пожарной безопасности, которые установлены федеральными законами. И, в принципе, сам объект, пожарная безопасность объекта является должной, считается обеспеченной, если выполнены два из условий. Либо на объекте выполнены все требования пожарной безопасности, которые установлены федеральными законами о технических регламентах и выполнены все требования пожарной безопасности и других нормативных документов. Или же на объекте проведен пожарный аудит. Это так называемая независимая оценка пожарного риска, которая сейчас активно внедряется на протяжении уже нескольких лет. То есть проводится анализ пожарной безопасности объекта, анализ той угрозы, которая возможна при возникновении пожара и какие последствия могут наступить. И, в принципе, если эти риски минимальны, то иногда не все требования пожарной безопасности, нормативных документов должны выполняться. Потому что они иногда несут экономическую нагрузку на предпринимателей, на бизнес, но не всегда влияют на состояние пожарной безопасности и не всегда ее улучшают, скажем так, при возгорании, возникновении пожаров. Поэтому сейчас активно эта работа ведет. И многие знают, что с 2016 по 2018 год есть как налоговые каникулы для микробизнеса, малого бизнеса, так и каникулы по проверкам. Вот с 2018 года, с декабря уже каникулы как бы заканчиваются, и там правительство будет принимать решения уже продлевать их, ну а может быть уже и заканчивают в связи с тем, что все объекты как бы провели уже свою оценку рисков и находятся уже в таком состоянии, в котором нет угрозы жизни и здоровью гражданам, это прежде всего. А они несут уже только риски по материальному своему личному имуществу или имуществу этой организации. — Спасибо. Чтобы перейти к другой теме, я вот озвучу один звонок. Очень интересный. С какого возраста можно самостоятельно запускать фейерверки? Мне уже 12 лет, но родители не разрешают. Я хочу начать тему предстоящих новогодних праздников. Уже сейчас готовятся и уже, наверное, начинают появляться в продаже фейерверки. Как нам себя обезопасить максимально в этой области? — Ну, если чисто проблематика фейерверков затронулась, то ряд нормативных документов, которые регулируют эту сферу, и технический регламент Таможенного союза о безопасности перетехнических изделий, который утвержден решением стран Таможенного союза в 2011 году. Есть постановление правительства Российской Федерации 2009 года, 1052 номер, именно о пожарной безопасности перетехнических изделий, их применении, утилизации. Также требования отражены в правилах противопожарного режима, которые утверждены также постановлением правительства Российской Федерации номер 390. И еще ряд требований есть в федеральном законе, в законе 123-м. Это технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Там предъявлены обязательные требования к производству, хранению, сертификации, реализации, то есть продажи, применении, это те же запуски фейерверков и хранения. По 12-летнему возрасту, что могу сказать, общие требования существуют, что лицам младше 16 лет продажа пиротехнических изделий запрещена, если самим изготовителям пиротехнического изделия не предусмотрено иное. То есть есть название пиротехнические изделия, но на самом деле оно не несет какой опасности. Там допускается с 14-летнего возраста реализация. По применению, естественно, кому нельзя реализовывать, тому нельзя ее применять. Это как бы аксилума. На улицах мы видим обратное. Иногда родители покупают для своих детей пиротехнику и предоставляют им самостоятельный запуск, либо не в положенных местах, что влечет опасность для окружающих граждан и их имущество. Ну а иногда запуск бесконтрольно детьми пиротехники приводит к случаям травмирования их. Либо они не знают, как ее применять, нарушают все требования, которые указаны, кстати, на самой пиротехнике, к самой пиротехнике, к самому изделию. Есть ряд требований, которые каждый покупатель должен для себя понять и при приобретении изучить их на самой упаковке. Если же на упаковке этих требований не прописано, они должны быть на русском языке в обязательном порядке, значит, эта пиротехника имеет первые признаки контрафактности и неизвестно, где она была проведена, как она была завезена, что она себя представляет, то есть она не прошла сертификацию в Российской Федерации. Ну понятно, что пиротехнику нужно покупать как минимум в магазине, и все-таки у нас торгуют ей, она там дешевле, и люди, видимо, этой дешевизной пользуются. Как все-таки уговорить людей не делать этого и покупать там, где все-таки надо, пусть не очень сэкономив? Ну, вообще торговля разрешена в стационарных учреждениях торговли, в отдельно стоящих по районах ларьках. Если это торговые сети крупные, то требования предъявляются по торговле пиротехники выше первого этажа должен быть этот отдел или секция расположены не ближе четырех метров от ближайших путей эвакуации и эвакуационных выходов. Должен быть в этой торговой секции или павильоне ограничен доступ прямого контакта с пиротехникой, с изделиями посетителей. То есть они должны быть либо за прилавком огороженным, где не могут спокойно пройти посетители, либо в стеклянных шкафах, где посетитель может ознакомиться со всеми надписями, которые на самой коробке имеются, но не трогать их руками. Либо некоторые выставляют муляжи, то есть пустую коробку, которую можно почитать, посмотреть, но внутри ничего нет. То есть самоторговая точка уже опасный объект? Получается. Объект повышенной опасности, да. Понятно, что существуют требования к самому объекту, то есть они должны оборудоваться пожарной сигнализацией, иметь первичные средства пожаротушения, иметь инструкции свои, иметь навыки пользования этими средствами, приборами. Естественно, некоторые выставляют телевизоры, чтобы показывать про эту пиротехнику, чтобы не было соблазна потрогать ее для посетителей. Ряд других требований. Сейчас самое главное, что нельзя торговать в открытых лотках, на рынках, с улицы, в павильонах, в каких-то переходах подземных, в метрополитене и так далее, в таких местах. Естественно, если вам торгуют с машины, это пиротехник, то же самое, это первые признаки контрафактности. И тут, конечно, необходимо сообщать и в органы полиции, и нам, чтобы мы совместно принимали меры по пресечению данной противоправной деятельности. А у пиротехники тоже есть у конкретного изделия срогудности, да? Да, причем на упаковке самой все эти данные прописаны. Там обязательно должно быть на русском языке само наименование изделия, кто его произвел или ввез на территорию Российской Федерации. Прописаны опасные зоны, то есть в метрах какая зона разлета опасных остатков, там, либо огня, дыма, каких-то либо изделий, которые внутри заряжены в этом пиротехническом изделии. Прописаны те нормативные документы, в соответствии с которыми он сертифицировался и ввозился на территорию Российской Федерации. И однозначно срок годности. То есть иногда у нас продают пиротехнические изделия со скидками. Ну, как мы для себя считаем, что скидок не может быть на эти изделия, потому что либо они с просроченным сроком, либо с поврежденной упаковкой, либо данное пиротехническое изделие было подвержено какому-то воздействию повышенной влажности. Возможно, они были там где-то опрокинуты, падали и деформировались внутри заряд. Иногда коробка вскрыта, она должна быть как бы закрыта, вскрыта, и там отсутствует фитиль, либо он оторван, надрезан, короче, чем новые как бы изделия. Бывает, что они повреждаются, и там либо их скотчем иногда приклеивают эти фитили. Все это чревато тем, что при его использовании, применении нашими гражданами изделие может сработать не так, как прописано и заложено заводом-изготовителем. То есть либо ранняя сработка, либо наоборот поздняя. И то, и то опасно. Всем советуем, как бы, при том, что изделие не сработало, там написано, допустим, фитиль горит в течение 10-12 секунд, на каждом изделии по-разному, и в это время не сработало, еще подождать несколько минут до того, как посмотреть на него. Наверное, причины самые частые, это когда люди не дожидаются, пытаются. Да, и тут происходит поздняя сработка, в связи с тем, что фитиль отсырел, там он плохо прогорал, либо он вообще оторвался, как бы упал на дно, и только после этого, после инициирования горения самой упаковки он сработал. Вот и здесь могут как раз произойти травмирования людей, что нежелательно. Тема профилактики пожаров одна из, наверное, самых важных, потому что именно это делает, как бы уменьшает количество пожаров и возгораний. Какая профилактика, какие меры профилактически проводились в этом году? Меня, конечно, больше как маму интересует именно профилактика детского травматизма и гибели, да. И причины пожаров, с которыми боремся, это детская шалость с огнем. Благо, у нас и не так их много, но, в принципе, на территории Российской Федерации достаточно большое количество пожаров, которые произошли по причине именно детской шалости с огнем. Ну и если брать, к примеру, наш район, в 2014 году период как раз новогодних праздников в поселении Софоса имени Ленина, произошел пожар в частном доме, где погибло двое детей. Для нас такой трагический случай, который мы всегда приводим сейчас в пример, чтобы не допустить его впредь. На две составные части мы, в принципе, разделяем профилактическую работу. Одна из них — это организационная, где мы издаем какие-то, совместно с органами местного самоправления, регламентирующие документы, организационные документы. Идет планирование работы. И второе — сама профилактическая работа. Вот 18 ноября текущего года на территории района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы района, на котором как раз всем заинтересованным службам, органам местного самоправления, главам поселений, руководителям различных служб администрации района предъявлены требования для реализации как раз по обеспечению пожарной безопасности применительно к зимнему пожароопасному периоду. Существуют определенные сроки и установлен соответствующий контроль членами комиссии. В том числе главой подписано постановление о реализации мер пожарной безопасности, об усилении пожарной безопасности в зимний период 2016-2017 годов, где то же самое установлены требования и установлены соответствующие сроки по реализации в том числе первичных мер пожарной безопасности, которые обязательны для исполнения в соответствии с статьей 19.69 Федерального закона о пожарной безопасности. Мы также спланировали ежедневную профилактическую работу с привлечением представителей администрации, органов местного управления, сотрудников полиции, нам активно этим помогают, заставим большую благодарность. Привлекаем, стараемся привлекать все больше добровольцев, волонтеров, каких-то активистов в каждом поселении. Есть такие люди активные, которые заботятся о безопасности не только своей, но и своих односельчан, что отрадно. И иногда как бы проще, когда мы идем с активом района, и когда их все знают, не пугая, так сказать, формы, им доходчиво совместно объясняем о том, что нужно соблюсти у себя в жилых строениях, на приусадебных участках, чтобы не допустить возникновения пожара и, естественно, избежать трагических последствий. Это все, что касается планирования. Естественно, одна из важных, наверное, частей профилактической работы это использование средств массовой информации, в том числе передачи нашего канала, газеты «Видновские вести», изготовление и распространение различного рода агитационной литературы на противопожарную тематику. Это и установка баннеров и стендов на территории наших поселений. Все это показывает наглядно и, скажем так, привлекает внимание граждан на ту проблему обеспечения пожарной безопасности. Сама работа профилактическая состоит в ряде практических мер. Если мы говорим о детской гибели, о ее профилактике, недопущении, естественно, это активная работа совместно с управлением образования в наших образовательных учреждениях. Различные формы мы здесь используем. Это и занятия в классах самих с учениками, проведение экскурсии. К нам с удовольствием приходят дети со школ, с детских садиков, в пожарной части, где мы их в игровой форме показываем и обучаем. В том числе они сидят в автомобиле, примеряют нашу форму, смотрят, какими шансовыми инструментами работаем на пожаре. Все это им интересно. Естественно, они подсознательно немного себе откладывают тот базовый уровень знаний о том, что нельзя делать, и о том, как действовать при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации, в том числе связанные с пожарами. Зачастую дети инстинктивно прячутся под кроватями, в шкафах, на балконах и так далее. Естественно, в первую очередь мы ищем их там. Но вот в этих занятиях как раз мы пытаемся до них донести, что спасаться нужно совсем по-другому, правильно действовать нужно в таком-то-таком-то алгоритме. Естественно, перво-наперво это позвонить пожарную охрану, если они могут самостоятельно, если еще возраст не позволяет, то, естественно, повестить взрослых об этом, сказать соседям, не забиваться в углы, где-то закрываться там и так далее. Это самое опасное, что может быть. И также мы работаем с преподавательским составом. На 13 декабря у нас такой общий форум-семинар с руководителями образовательных учреждений состоится, где мы будем обсуждать и объяснять преподавателям и руководителям образовательных учреждений делать акцент как раз на основные требования пожарной безопасности, которые они должны соблюдать у себя в образовательных учреждениях, тем более в период проведения новогодних елок в школах, в том числе и утренников в детских садах, и, естественно, в период каникул, потому что контроль, скажем так, будет достаточно снижен, потому что количество преподавателей будет меньше на каникулы. Естественно, мы их нацелим на то, чтобы они не ослабевали контроль и обход помещений, территорий проводился постоянно. Если говорить о работе в социально значимых объектах нашего учреждения здравоохранения, учреждения социальной защиты, здесь практически в ежедневном режиме, и включая выходные, мы объезжаем эти учреждения, проводим занятия по эвакуации, также проводим инструктажи. На этой неделе мы побывали в нескольких учреждениях, это наши психоневрологические интернаты в острове в селе. Кстати, там же в этом было, по-моему, возгорание. Там как такового пожара не было, было как раз из-за перенапряжения электросети и оплавления проводки самой. Слава Богу, до самого возгорания не дошло, но, тем не менее, дым выделялся, и в связи с этим имеющаяся там пожарная сигнализация сработала. Напрямую нам в пожарную часть пришел сигнал, и вот своевременный такой выезд и действия персонала как раз грамотные. Мы неоднократно там проводили и учения с привлечением пожарной техники, позволили вот именно не допустить возгорания самого, конечно, и самого пожара. А там люди нездоровые. Но вот именно в такой ситуации, ведь они же осознанно действуют многие? Персонал осознанно, пациенты не всегда. Они очень подвержены панике. Это паника как хаотичное бронзское движение. У них происходит друг друга, сбиваются. Один хочет выйти реально к выходу, другой путается и идет, наоборот, в палату. Здесь как раз задача персонала все это дело проконтролировать, правильно направить эвакуационные потоки, но, естественно, следить за теми же электроприборами, за освобожденными путями эвакуации, чтобы они не были захламлены, открытые двери должны быть правильно, они должны открываться в сторону выхода. Своевременная проверка пожарной сигнализации, ее работоспособность, наличие первичных средств, то есть те же огнетушители. Кстати, меня летом очень порадовало несколько раз. Я была свидетелем, вожу ребенка в 9-й детский сад, и вот несколько раз точно, раза три, видела, как выводят детей, то есть организованно все, тренируют. Да, это тренирует. Вот, и спросила, говорю, у вас что здесь случилось? Они говорят, это мы учимся, тренируемся. То есть это вообще детские сады все так? Все. Ежедневная плановая работа, как раз она и помогает, вот эти практические тренировки, выработать навыки, как у персонала, как действовать, как выходить, как организовывать детей, либо школьников, либо в учреждениях здравоохранения пациентов. А детям немножко дает такого спокойствия и хладнокровности, скажем так, действия. Они никуда не убегают, они перестают уже кричать, там, паниковать. Если первые тренировки, когда мы проводили при организации вот нового, допустим, учреждения, и дети новые туда приходили, которые еще не были, они в детских садах, либо первый раз, первый класс пошли на территорию района, было такое фееричное их поведение, они кричали, шумели, прыгали, бегали. То есть сейчас достаточно спокойно, и этим обуславливается быстрая эвакуация. Чем она быстрее, тем она, естественно, безопаснее. А преподаватели и персонал уже предусматривают, куда лучше выходить, с учетом зимнего времени, летнего времени, чтобы и не травмировать людей, и не заморозить их в зимнее время. Естественно, предусматривается соответствующие пути выхода, и вот как раз задача преподавательского состава персонала именно в организации. В темное время суток, естественно, наличие это фонарей, знание вообще планировки своих учреждений, то есть как сотрудник или работник устраивается, естественно, они проводят инструктажи, изучают планировку, как выходить, как действовать. Ну, естественно, знание самого элементарного, это вызова телефона пожарных подразделений. 112, сейчас очень актуальный телефон. 112, да, уже, наверное, все запомнили. Да, некоторые еще помнят, и написано у некоторых телефон 01. Он, конечно, существует в федеральном законодательстве, но с 1 января 2016 года мы на троичную систему номера набирательного перешли. Естественно, с мобильного телефона по 01 вы уже не дозвонитесь. С городских еще пока можно, но в скором времени эта, скорее всего, возможность будет недоступна, поэтому желательно всем запомнить телефон 112, ну, либо 101, телефон вызова пожарной охраны. У нас осталось не так много времени, но я бы хотела сделать такое небольшое лирическое отступление, если можно. Я всегда, конечно, восхищалась такими людьми, как пожарные, да, потому что, наверное, очень смелые все-таки люди могут только работать в этой службе. Тренировки, учебные задания, все это вот, физическая подготовка, как много этому уделяется времени у вас конкретно. Для самих сотрудников? Да. Практически все время пребывания на службе. Если подразделение, вернее, сотрудник, который заступает в дежурный караул на боевое дежурство, то есть в течение суток неотступно унесет службу в месте дислокации, взять для примера городскую пожарную часть, пожарно-спасательную часть номер 28, то с утра, в принципе, начинаются занятия теоретические, затем они переходят в практические, это выезды на объекты, выезды на пожарные гидранты, на их проверку, на тренировку по их использованию и применению вообще пожарной техники. То есть они вырабатывают навыки, как забирать воду с водоема, с пожарных гидрантов, как подавать ее различными схемами, то есть сколько количества пожарных стволов можно от одной цистерны пожарной применить, чтобы вода все-таки шла из пожарного ствола и чтобы максимально была достигнута эффективность в тушении. В том числе они изучают район выезда, то есть знать каждый дом, каждую деревню, каждый поворот, это их обязанность. От этого зависит быстрое пребывание, от этого зависят возможные применения сил и средств для спасения людей, естественно, от этого зависит во главу угла, это человеческие жизни. Потом уже материальные потери, какие-то убытки. То есть профессия, которая тоже постоянно заставляет учиться, заниматься, тренироваться. Без этого нельзя, навыки теряешь. И сотрудники, которые пришли, вышли из отпуска на работу, с ними проводятся дополнительные теоретические инструктажи, у них дополнительная нагрузка, в отличие от обычных сотрудников, которые не были в отпуске, допустим, до настоящего времени. Потому что надо ему все вспомнить, чтобы, кажется, голова привыкла, а руки привыкли. Это очень важно. Понятно. Не просто так затронула эту тему. 27 декабря исполняется 26 лет МЧС России, и 2016 год был годом пожарной охраны. Да, МЧС России. МЧС России. Я думаю, что вы наверняка хотите поздравить своих коллег с этим. Да, очень приятно воспользоваться таким моментом и случаем, возможностью поздравить коллег, поздравить, прежде всего, ветеранов, которые отдали всю свою сознательную жизнь, основную часть жизни на этом профессиональном попрессе. Кто-то выезжал на пожары, тушил, кто-то разрабатывал какие-то нормативные документы, кто-то контролировал организации, тем самым помогал им в реализации требований пожарной безопасности, и из-за этого не произошли пожары, и не была допущена гибель. Каждый внес свою лепту, свой вклад в обеспечение пожарной безопасности, как и на территории района, в целом Московской области, и, естественно, в целом на территории нашей страны. Хотел пожелать им крепкого здоровья, быть всегда активными. Они нам очень помогают и сегодня, и поныне, передают опыт, служат таким примером ярким, героическим примером, зачастую для молодых сотрудников, которые только вот с академии, с училища приходят, либо после армии к нам устраиваться на службу. Они всегда в деле, они всегда в строю, и огромное им за это спасибо. Спасибо и вам за то, что были у нас сегодня в гостях, рассказали. Очень много интересного, а я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Олег Викторович Савченко, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому району. Всего вам самого доброго, до свидания. До свидания.